В архиве ЗАГСа сегодня насчитывается более двух тысяч книг и 500 миллионов актовых записей. Первое о рождении ребенка в поселке Нижнекамский. 19 июля 61 года на свет появился Шумский Сергей Анатольевич. Здесь первый горожанин прожил недолго. Он переехал в Волгодонск. Но именно Нижнекамск Сергей Шумский считает своей родиной. И будущее города ему далеко не безразлично. Мне очень нравится, что идет такое строительство, что город расцветает. И с каждым годом он будет лучше и лучше. Сергею Анатольевичу сегодня 55. Но воспоминания детства всплывают в его памяти довольно часто. Уже в то время он был очень популярен в Нижнекамске. Помню, я в садике убегал от корреспондентов. Они приезжали, вот эти съемки, это было, с одной стороны, наказание для ребенка. Смотреть в камеру, улыбаться. Возможно, благодаря именно этим корреспондентам спустя полвека мы можем увидеть своими глазами, как все было на самом деле. Помнит все в мельчайших подробностях и Нина Тарасова. Она ровно 55 лет назад составила первую актовую запись о рождении Сергея. Ну, Сергея, конечно, я не знала тогда. Его привезли в ЗАГС маленького такого. Отец такой веселый, добродушный. Мать работала, она работала по моим планам. В отделе работала она. Очень хорошая и нововидная женщина. Очень приятная. С ней разговаривать было очень приятно. В то время, как вспоминает Нина Николаевна, новорожденных было не так много. Сегодня же ежедневно записывает около 20 малышей. Это с учетом ближайших деревень и поселков. В Нижнекамске же в среднем в день рождается 7 детей. Возвращаясь к нашему герою, стоит отметить, что не обошлось на торжестве и без сюрпризов. Сергей Шумский, как и положено в юбилей, получил цветы и много подарков. В том числе и копию из книги актовой записи о его рождении. Кстати, в ней значится и другая информация. Отец Сергея Анатолий – обладатель вкусной фамилии Колбаса. Но родители, видимо, посчитав фамилию бабушки более звучной, записали сына как Шумский. Мы искренне радуемся тому, что у нас есть возможность вас поздравить с этой датой, поздравить вас с днем рождения. Сегодня, спустя много лет, Сергей все-таки вернулся из Волгодонска в Нижнекамск. Пока только в командировку. Но кто знает, возможно, первый Нижнекамец так и останется на родине навсегда. Евгения Смоленкова, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтихим».